Добрый день, дорогие друзья! С вами Оксана Фёдорова и программа «Музыкальная Москва». Сегодня выпуск нашего телепутешествия посвящен одному из самых русских композиторов XX века, Сергею Васильевичу Рахманинову, который в своём творчестве объединил традиции московской и петербургской музыкальных школ и создал уникальный национальный музыкальный стиль. Рядом с домом стоял Страстной монастырь, который снесут в советское время. Рахманинов часто стоял у окна и прислушивался к колокольному перезвону, который проникал в комнату. Но эта идиллия разрушилась осенью 1917 года. Рахманинов показывал Чайковскому свои ранние опусы, а тот помогал их издавать. «Когда я был в Москве с Чайковским, я думал о нём как о божестве», – вспоминал Сергей Васильевич уже в эмиграции. Действительно, Чайковский стал для него своего рода музыкальным отцом. Неслучайно их музыка стилистически близка друг к другу, полна лирических откровений, мелодизма, выражает самые искренние чувства. Известен случай, когда на экзамене по гармонии, который принимал Чайковский, Рахманинов сверхучебной программы исполнил несколько небольших фортепианных пьес собственного сочинения. Выслушав их, Чайковский, к уже выставленной и отметке 5 с плюсом, добавил ещё три плюса, окружив таким образом пятёрку крестами со всех сторон. Смерть Чайковского потрясла Рахманинга. Он потерял по-настоящему близкого и родного человека. В память об их дружбе композитор создал эллигический трим. В Москве на Большой Ордынке находится дом Рахманинова, открытый рахманиновским обществом, которое бережно собирает и хранит коллекцию предметов, связанных с жизнью и деятельностью композитора. Горький сказал Рахманинове, как он слышит тишину. Современный человек с удивлением скажет, а что тут слышать, это же тишина. Но в этом замечании Горького совершенно невероятной глубины мысли, невероятной глубины понимания сущности рахманинского творчества. Звучание церковных колоколов – неотъемлемая часть мира ощущения Рахманина. В детстве, живя в Великом Новгороде, он мог часами слушать Левчих в церкви. Одно из самых дорогих воспоминаний его детства было связано с колоколами Новгородского Софийского собора. Четыре ноты складывались во вновь и вновь повторяющиеся темы. Четыре серебряные плачущие ноты. У меня с ними всегда ассоциируется несколько слеза. Звенят бубенцы, мчатся сани. Образ русской дороги, широкой, длинной, бесконечной русских просторов. А может быть, это песнь имщика Сергея Васильевича Рахманинова можно смело назвать самым колокольным композитором XX века. и, может быть, вообще самым колокольным композитором, потому что колокол для него это больше, чем тембр. Колокол для Рахманинова это символ его страны, это символ его родины, это его душа. Собственно, колокольным звоном насыщена вся его музыка, начиная от самых первых его прелюдий и заканчивая последним симфоническим полотном «Симфонические танцы». Сергей Васильевич Рахманинов, как и Чайковский, неразрывно связан с историей Московской консерватории. Имя Рахманинова, одного из первых ее выпускников, находится на доске почета золотых медалистов. А в честь него в Москве назвали целых два зала – зал Московской филармонии и зал Московской консерватории. Рахманинов утверждал, музыка прежде всего должна быть любима. Единственное, что я стараюсь делать, когда сочиняю музыку, это заставить ее прямо и просто выражать то, что у меня на сердце. Этой фразой мы завершаем наш выпуск, посвященный Сергею Рахманинову.